Вы когда-нибудь чувствовали такую сильную связь, что кажется невозможным разорвать? Сегодня Вселенная приносит вам особое откровение. Та, о которой вы всегда думаете, не может забыть вас. Несмотря на внутреннюю борьбу и желание двигаться вперед, ее сердце все еще бьется сильно для вас. Расстояние и время не уничтожили то, что было пережито, на самом деле, они только укрепили это чувство. Воспоминания о разговорах и музыке вашего присутствия все еще звучат, поддерживая пламя. И теперь она ждет возвращения, готовая возгореть то, что никогда не погасло. Обещание ясно, даже с препятствиями, любовь продолжает существовать, и новый этап объединения близится. Почувствуйте эту энергию, эту надежду на новое начало, полное любви и обмена. Смотрите до конца и узнайте все, что ваш ангел хочет вам сегодня раскрыть. Ваши ангелы хотят, чтобы вы знали, что человек, который занимает ваши мысли, переживает интенсивную внутреннюю борьбу. Она раздирается между отказом от прошлого и глубокой связью, объединяющей вас. Есть желание закрыть круги, но сила того, что вы пережили вместе, влияет на весы, делая идею оставить все позади такой же сложной, как и болезненной. Вы не просто имя, врезавшееся в ее память, вы присутствие, которое продолжает звучать в ее душе. Она думает о вас, о словах, обмененных вами, о тех разговорах, которые казались раскрывающими миры, о музыке, которая стала звуком вас двоих. Все это создало связь, идущую далеко за пределы обыденного понимания, зеркала противоположностей, которые дополняют и учат. Ваше воздействие на нее изменило правила игры, переопределило ее представление о любви и связи. Она видит себя в будущем рядом с вами, представляя, как была бы жизнь, разделяемая, мечты и рутина. Ваш голос – это мелодия, которая не покидает ее ума, звук, который делает одиночество немного тише. Без вас даже самые простые разговоры кажутся утратой блеска, заставляя ее задавать вопрос, почему двигаться вперед, если вы не рядом. Но в этом послании есть надежда. Любовь, которой вы делитесь, устойчиво, выживая расстояние и время. Уроки, которые они изучают отдельно, это инструменты для укрепления будущего вместе. Ваш ангел-хранитель сигнализирует, что это время отдыха необходимо, перерыв, чтобы каждый нашел свою силу и мир. И в нужный момент она снова появится, несущая собой истину и уязвимость того, кто готов быть полностью с вами. Любовь, которую вы имеете, это маяк, освещающий путь обратно друг к другу. И когда вы, наконец, встретитесь снова, это будет началом новой главы, полной спокойствия и радости, разделяемых. Его решение принимается, и следующий разговор может стать точкой поворота в новом совместном пути, любовью, которая обновляется и укрепляется с каждой луной, которую они рассматривают, с каждой общей мыслью, с каждым шагом, который приближает их снова. Он находится в этом дилемме, этом выборе между уходом и оставанием, где каждый шаг – это эхо того, что вы построили. Это не только он чувствует эту нерешительность, это как будто сама Вселенная задерживает его движение, удерживая его в этой невидимой связи, которая объединяет вас. Вы не просто знакомые, вы души, которые моментально узнали друг друга, как будто были созданы друг для друга. Первые разговоры не были просто диалогами, это были моменты преобразования, где каждое слово, казалось, открывало новый путь, новую возможность быть и существовать в мире. Это не то, что можно легко оставить позади, это не страница, которую можно перевернуть, а глава, которую постоянно перечитывают. Даже в лице неопределенности она цепляется за эту связь, за эти моменты, когда все казалось правильным. Это внутренний бой между логикой и чувством, между тем, что кажется концом, и тем, что сердце знает, что это всего лишь перерыв. Глубоко внутри она знает, что нельзя просто двигаться вперед, потому что в каждом закате, в каждой музыке, которая звучит, вы там, присутствуете, как мягкая тень, напоминание о том, что было и что еще могло бы быть. Эта связь, эти воспоминания, это доказательство того, что некоторые вещи предназначены. И даже если жизнь поставила их на разные пути на данный момент, их история все еще пишется, с каждым воспоминанием, каждой мыслью и каждым желанием встречи. Она чувствует это, и где-то глубоко внутри она знает, что вы тоже чувствуете. Это истина, которая превосходит расстояние, молчание и время, связь, которая, однажды установившись, не разрывается легко. Тоска имеет свой голос, вы знаете. Она говорит громко в ночи, когда луна становится местом встречи ее мыслей с вашими. В эти моменты размышлений она призывает вас в своей жизни, упражнение присутствия и принятие, которое преодолевает расстояние. Есть энергия конфликта, да, она возникает, когда сердце и разум расходятся во мнениях о том, что делать с воспоминаниями, которые вы создали вместе. Он часто утрачивается в воспоминаниях, переживая каждое ваше слово, каждую фотографию, которую вы разделяли, каждую мелодию, которая стала саундтреком вашей истории. Это не просто ностальгия, это воздействие, это трансформация. Вы как отражение друг друга в зеркале, в чем-то противоположные, но невероятно согласованные в других аспектах, дополняющие друг друга таким образом, как она никогда раньше не испытывала. Эффект, который вы оказали на нее, глубок. Вы переопределили ее представление о любви и общении. Слова не были просто словами, они были ключами, открывающими новые двери, новые перспективы. Она училась, росла и менялась. И среди этого танца воспоминаний и эмоций она находит себя там, где прошлое так же ярко, как настоящее, и будущее – это холст, который нужно раскрасить цветами надежды и возможностей. Это место, где чувства просты, но решения сложны, где сердце желает одного, а жизнь кажется двигаться в другом направлении. Но именно здесь, в этом пространстве противоречий и уроков, их история продолжает писаться. Он утрачивается в мечтах, где вы оба вечно объединены, каждая случайная мысль – это желание разделить жизнь рядом с вами. Идея не быть с вами кажется несправедливостью для ее сердца, которое видит в вас воплощение всего, чего она желает. Ваш голос, ваши слова, они запечатались в ее уме, постоянное эхо, которое не утихает. Это связь, которая преодолевает время и пространство, лента, которую жизнь настаивает играть, полное обещаний и надежд. Она жаждет будущего, где эти мечты могут стать реальностью, где расстояние между желанием и касанием – всего лишь память. Знаете, это так, как будто каждый день, проведенный без вас, утрачивает частичку цвета, вкуса. Он вспоминает разговоры, которые они вели, те, которые превращали самые обыденные дни в захватывающие приключения, полные смеха и открытий. Это отсутствие, которое вы оставили, стало бесшумной тенью, которая сопровождает каждый его шаг, делая рутины пустыми и моменты одиночества немного тяжелыми. Он часто останавливается, задумчив, размышляя о механических движениях повседневной жизни, о причинах продолжать этот цикл, который, кажется, вращается без цели, без вас, чтобы делиться этими оборотами. Это как будто он заперт в лабиринте, зная, что выход ведет туда, где вы находитесь, но не имея возможности найти его. Реальность того, что жизнь идет своим путем, но без присутствия того, кто придает смысл ее дням, лежит тяжестью в ее сердце. Жизнь, в своей бесконечности, кажется слишком маленькой, когда расстояние отделяет ее от вас. Он ищет среди всего это маленькую искру надежды, путь обратно к свету, который означало иметь вас рядом, чтобы вновь разжечь радость, которой теперь не хватает. И каждое утро она задается вопросом, как найти путь к счастью, разделяемому, к дням, когда жизнь была все, кроме скучной. Ваш ангел-хранитель подтверждает, любовь и связь, которую вы разделяете, неразрушимы, не касаемы временем и пространством. Сейчас вы идете разными путями, да, но это не конец. Это время роста, время создания навыков и мудрости, которые послужат фундаментом для будущих встреч. Интенсивность, которую вы испытываете, эта искра, которая никогда не гаснет, иногда может казаться бурей на горизонте, обещая сложные моменты. Тем не менее, эти вызовы всего лишь этапы более крупного путешествия, которое вы проходите, они вырисовывают вас для большего добра, которое впереди. Этот период разлуки не пустота, а пространство, полное потенциала, где каждый урок, извлеченный и каждый инструмент, созданный, готовит вас к более глубоким разговорам, более значимым встречам. Верьте, интенсивность, которая иногда приносит боль, это та же интенсивность, которая питает долгую любовь. И в конечном итоге, когда ваши дороги снова пересекутся, вы будете готовы, вылеплены опытом, чтобы принять друг друга с еще более глубоко соединенными душами и еще более глубокой любовью. В этот момент вы переживаете перерыв, вдохновение в быстром ритме судьбы, который, безусловно, связал вас. Это критический период, стратегическое разделение для укрепления личности каждого из вас. Она, в частности, находится на средстве к переосмыслению, к набору уверенности и к достижению состояния спокойствия и принятия. Отсутствие вас рядом с ней оказалось очень интенсивным, исчерпывающим ее энергию, потому что для нее вы значите гораздо больше, чем точка стабильности. Вы – целое созвездие в ее личной вселенной. Но есть движение в этом перерыве. Она готовится к смелому шагу в сторону уязвимости, к открытому и честному диалогу, и это признак прогресса, предвестник обновления. Преодоленные и преодолеваемые ею трудности и бури не прошли зря. И ваши терпения, ваши понимания в этом процессе не остались незамеченными. Это время тихого роста, внутренней подготовки, где вы оба становитесь лучше под действием жизни, готовыми к моменту встречи. История вас еще не закончилась, она всего лишь на более спокойной странице, где главные герои укрепляются отдельно, но с сердцем, бьющимся в таком же ритме, как и раньше, полными надежды и с взглядом в будущее, где их истории снова переплетутся. Он отчитывает минуты, секунды, до момента, когда сможет выразить благодарность, переполняющую его сердце. Да, она будет нервничать, ее руки могут дрожать, ее голос может колебаться, но искренние эмоции о начале снова стирают любую неуверенность. Представьте себе, новая глава в книге вашей любви, которую вы пишете вместе, глава, в которой Луна является свидетельницей невидимой связи, которая соединяет вас, несмотря на расстояние. Он стоит на пороге решения, которое способно превратить спокойствие в волну новых возможностей. Когда вы, наконец, поговорите, молчание, которое, возможно, установилось между вами, будет заменено обещающим спокойствием, предварительным знаком более светлых дней и звездных ночей. Вот в чем сила настоящей связи, это не только о встрече снова, но и о воссоздании, обновление и омоложение магии, которая никогда не исчезала. Нервозность ее – это знак того, что все, что еще предстоит, стоит каждого ускоренного сердцебиения, каждой тревожной мысли. И эта спокойная энергия, которая сопровождает вашу беседу, будет доказательством того, что иногда любви нужен всего лишь перерыв, чтобы пересохнуть, прежде чем оживиться сильнее и красивее, чем когда-либо. На самом деле он сталкивается с реальностью того, что, несмотря на все его усилия, вы остаетесь в его мыслях, непоколебимым и постоянным. Двигаться вперед без вас оказалось гораздо труднее, чем он ожидал, и забывание приходит не как друг, а как мираж, который исчезает, как только он пытается к нему приблизиться. Любовь, которую она питает к вам, – это пламя, которая отказывается гаснуть. Она задается вопросом, горит ли подобная искра внутри вас. В этом море сомнений его ангел-хранитель наклоняется, чтобы предложить утешение, шепча, что путаница и тоска – это естественные чувства, особенно когда слова остаются несказанными, когда связь обрывается из-за расстояния и времени. Сообщение ангела ясно и просто, это человечески, это нормально, это ожидаемо, что сердце будет страдать, когда узы крепкие. Но даже в этой боли есть красота, потому что она свидетельствует о глубине того, что было поделено. И именно эта глубина сохраняет живой надежду, надежду на то, что молчание между вами – всего лишь пауза, а не точка окончания. В ее сердце кроется непоколебимое убеждение в том, что то, что у вас есть, редко и ценно. В моменты размышлений она теряется в мыслях о совместном будущем, визуализируя существование, полное радости, смеха и сопереживания. Идея разделения жизни с вами придает ей блеск в глазах, волнение, которое преодолевает барьеры времени и расстояния. Если бы обстоятельства позволяли, она не задумалась бы, она была бы рядом с вами прямо сейчас. Это сообщение, шепчущееся вашим ангелам-хранителям, это напоминание о том, что все еще сильно бьется между вами. Это приглашение верить в неизмеримое, сохранять живым пламя надежды и любви. Если вы узнали себя в этих словах, если они звучат в вас, знайте, что они не появились там случайно. И если это чувство взаимно, если это сообщение как-то вас тронуло, поделитесь своими мыслями, дайте своему голосу быть услышанным. Я глубоко благодарен за ваше присутствие и время, которое вы уделили этому сообщению. Ваше взаимодействие и поддержка всегда ценятся, поэтому не стесняйтесь выразить свою реакцию. Мы вместе в этом путешествии, и для нас это удовольствие иметь вас с нами. До нашей следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok